Привет! Мы на очень популярном YouTube-канале, канале компании «АвтоСтронг-М». У нас уже 18000 подписчиков. Мы продолжаем работать по вашим заявкам в комментариях. Сегодня мы разберем корейский дизель 1.6 CR-DI. Двигатель 1.6 CR-DI относится к семейству малолитразных корейских моторов с двух распредвальной ГБЦ и четырьмя клапанами на цилиндр. Их всего 5. От 1.1 3-цилиндра до 1.7 4-цилиндра. Сегодня мы разбираем 1.6 CR-DI. Этот двигатель получил широкое распространение в странах Евросоюза и СНГ на автомобилях Kia и Hyundai и собирается в Словакии с 2006 года. Этот двигатель в лучших европейских, а не корейских, традициях получил топливную систему Common Rail от Bosch с насосом CP1, впускной коллектор с вихревыми заслонками, турбину с изменяемой геометрией и привод ГРМ с двумя сетями. Корейский дизель получился очень удачным, мощным, экономичным и неприхотливым. Но в нем есть несколько болячек и особенностей, о которых мы сегодня поговорим. Турбины на двигателе 1.6 CR-DI летели через одну, некоторые аж на 30 000 километрах, некоторые доживали до 100 000 километров. Первым владельцам очень повезло, потому что их меняли по гарантии. Перед выходом из строя эти турбины свистят, то есть она может свистеть 5-10 000 километров, либо выйти из строя внезапно. Поэтому владельцы ставили турботаймеры, не глушили машину 2-3 минуты, но эта мера не помогала. Производитель устранил эту проблему только в 2009 году. Есть информация, что производитель изменил прошивку ЭБУ и турбина стала работать в более сидячем режиме. Самое опасное, что неисправная турбина может гнать масло. Ее аппетиты могут быть до 400 грамм на 1000 километров. Таким образом можно доездиться до истощения запасов масла со всеми вытекающими последствиями. Кстати, турбина у нас в очень хорошем состоянии. Не сопливит, люфтов у нее нет и выглядит она просто отлично. ЕГЭР нас приятно удивил. Он чистый и у него такой классный вид, как будто его немножко подкоптило. Это двигатель с вихревыми заслонками, вот это их сервопривод. В отличие от моторов других производителей здесь никаких проблем с ними нет. В этом двигателе частенько браклит регулятор давления топлива, установленный на электричество. На топливной рампе. Задача этого регулятора стравливать лишнее топливо из рампы. Если регулятор барахлит, то он стравливает слишком много топлива, из-за чего двигатель может не заводиться. Форсунки на этом моторе надежные, ремонтируются легко, новые стоят недорого, облушные стоят дешево, а где очень дешево вы и сами знаете. Очень чистая клапанная крышка, особенно для дизельного мотора. Два распредвала, которые приводят движение рокеры, которые в свою очередь приводят движение клапана. Распредвалы у нас идеальные. Как и клапанная крышка, у нас очень чистый поддон. В приводе ГРМ две цепи, два гидравлических натяжителя и два башмака. Цепи имеют свойство растягиваться, особенно верхние. Это слышно по характерному стрекоту. Пренебрегать им нельзя, потому что цепь может перескочить и при соприкосновении с металлическим кожухом она может настругать стружку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова И, кстати говоря, пробег у нашего мотора 170 000 километров, поэтому состояние цилиндров соответствующее идеально. В большинстве моторов состояние поршней хорошее, в этом же моторе поршни отличные. Графитовое напыление на 5 баллов, кольца не залегли, маслосъемное кольцо не закоксовано и сами они выглядят отлично. Единственный момент это небольшой износ на верхних шатунных вкладышах. Напоминаем, что все измерения у нас мы делаем визуально. Визуально этот коленвал очень хороший, потому что весь мотор был в отличном состоянии. К нему невозможно придраться. Разборка закончена и только что специально для вас, наши дорогие подписчики, мы принесли в жертву прекрасный мотор, который мог бегать по Беларуси либо странам СНГ. Все детали в нем оказались в идеальном состоянии. Эти детали вы можете приобрести в компании «АвтоСтронг» с доставкой, либо приехать к нам на склад на Домбровскую 15. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на наши соцсети, заходите к нам на сайт. Покупайте настолько хорошие запчасти, следите за нашим мегапроектом с BMW и бит и красным. Пишите в комментариях моторы, которые вы хотели бы видеть в наших следующих сериях. Спасибо и с вами была компания «АвтоСтронг».